добрый день дорогие друзья с вами я наталья кондратенко врач терапевт нутрициолог и сегодня мы рассмотрим как определить глюкозу в моче экспресс методом для этого есть такие полоски которые называются глюкотест и я расскажу покажу их также мы поговорим о том в каких случаях повышается глюкоза в моче и что делать так начинаем вот такие полоски глюка тест я купила я при вас открою и первый вопрос где купить такие тест полоски как показывает моя практика я в украине в обычных аптеках я их не нашла я не нашла не в своем городе не в другом я покупала через интернет покупала на промью а вы можете также поискать в интернете или спросить еще в медтехнике один из частых вопросов что мы определяем моче глюкозу или сахар если быть точным именно с химической точки зрения мы конечно же определяем глюкозу поэтому и тест называется до глюка глюкотест но в разговоре даже врачи даже докринологи вот слова сахар мочи сахар крови так прочно вошло это выражение в лексикон что именно такого клинического значения конечно не имеет что мы там определим сахар крови глюкозу крови когда мы понимаем что речь идет об одном и так зачем вообще нужно тест полоски давайте разбираться это нужно для определения глюкозы в моче у здоровых людей для быстрого теста это обычно используется на медкомиссиях такой вот скрининг скрининг здоровья во втором случае это если больные с сахарным диабетом у которых уже был сахар моче мы стремимся к тому чтобы естественно сахара не было но важный момент больных сахарным диабетом компенсацию и вообще контроль мы производим с помощью глюкометра вот такой вот небольшой глюкометр но они бывают совершенно разные домашние глюкометры сахар моче является таким показателем компенсации и не является тем критерием по которому мы должны ориентироваться об этом я скажу чуть позже так как есть такое понятие как почечный порог также глюкотест и такие полоски можно использовать для контроля сахара виде это очень интересный метод и его мы подробно рассмотрим следующем видео итак давайте сделаем обзор упаковки первое на что я хочу обратить внимание это срок годности да на каждой упаковке написан срок годности и если срок годности вышел это принципиально важно нельзя использовать второе что сейчас изменилась шкала возможно вас как и меня учили что сахар матче измеряется в процентах и лаборатория дает ответ до 0,5 процентов 1 2 самое больше это четыре процента сейчас вы видите шкала и тут совершенно другой написано сейчас я увеличу смотрите внимательно и если мы сравним с предыдущей упаковки на у меня очень такая древняя древнюю я нашла до видеть это где-то еще было три года назад и тут вот эти проценты о которых я говорила содержание глюкозы в процентах а тут уже другие единицы измерения шкала вот эти вот соотношение шкал я напишу под видео на ютубе чтобы вы могли сравнить ну видите и новая упаковка чуть-чуть новый дизайн и так открываем такой вот контроль вскрытия не так то просто открыть приложить усилия какие-то минимальные все таки нужно средне минимальные упаковка открыта тут мы видим защитную пленку защитную пленку и что еще изменилось вот я сравнивала с предыдущей упаковкой стало больше тест полосок пересчитывать не будем но вот у 25 штук тут 100 и сейчас я проведу тест с раствором сахара по условиям тестирования тест полоска должна лежать две минутки на горизонтальной поверхности пока мы будем смотреть результаты я расскажу о том когда повышается сахар матче и так мы берем полосочку это раствор сахара внимание потому что я потом еще к этому вас буду возвращаться вот мы вот так вот берем и ложим чтобы вам было видно а сейчас я хочу поговорить о причинах повышения сахара именно в моче обычно обычно это четыре причины причины будут описаны под этим видео вы можете потом еще раз к ним вернуться самая частая причина это когда повышается уровень сахара или глюкозы в крови и тогда лишняя глюкоза как бы сбрасывается в мочу на первый взгляд все как бы понятно но когда мы говорим про такой механизм есть понятие как почечный порог то есть чтобы появилась глюкоза в моче глюкоза крови должна быть примерно 9 или 10 миллимоль на литр то есть если глюкоза повышена там 78 она мочи не появляется и вот это я хочу акцентировать на это внимание потому что как я говорила контролем является глюкометр только глюкометр может отследить вот эти колебания если отслеживать только по тест полоскам да у человека все хорошо глюкозы в моче нету но глюкоза крови постоянно повышена и это конечно не есть хорошо вторая частая причина это эндокринные заболевания это заболевание щитовидной железы заболевания надпочечников так называемый синдром меценка кушинга в этом нужно уже разбираться специалистам третья причина это физиологическая причина когда слишком переволновались и одновременно съели целый тортик но некоторые врачи даже эндокринологи эту причину не признают так как они говорят что поджелудочная железа здорового человека вырабатывает достаточно инсулина на любую более менее адекватную нагрузку сахарную поэтому я всегда спрашиваю а сколько сладкого вы съели и внимание за какой промежуток времени это важно потому что если съели за полчаса купила тортик закрылась на кухне 1 взяла сладкий чай и съела целый тортик то конечно думаю у здорового человека на фоне стресса тоже будет повышена хлюкоза мочи и самая редкая причина но она также встречается это ошибка это возможно неправильные тесты это ошибка которая бывает при экспресс методах тогда если есть сомнения мы идем в лабораторию пересдавать и это самая первая реакция которая посещает нас когда мы видим что то что мы не ожидаем когда это первый раз тест на глюкозу положительно сразу думает о том что тест неисправный тест какой-то неправильный и для этого нужно пересдать в лаборатории и когда я работала на медкомиссии если такой тест показывал положительный результат тут же был звонок мне по телефону с лаборатории чтобы на этого человека обратить особое внимание и мы этому результату не доверяем мы мочу поставили кипятить и определяем другим именно точным химическим методом то есть ошибка возможно всегда но это самая самая минимальная причина повышения сахара и так давайте вернемся к нашему тесту и подробно вот подробно не переключайте это действительно очень важно особенно для недоверчивых людей смотрите ну две минуты наверное прошло а наша полосочка как было так и осталось да иногда люди которые очень далекие от химии делают такой тест вот так делать не надо я просто сразу не сказала смотрите называть мы можем по-любому сахар крови глюкоза крови сахар мочи глюкоза мочи но определять вот такой сахар конечно он не покажет потому что определяется глюкоза буквально чуть-чуть о химии сахар который мы кушаем вот увидите да такой на стеночках я даже сделал такой насыщенный раствор это сахароза что такое сахароза одна молекула сахарозы состоит из одной молекулы глюкозы и одной молекулы фруктозы но тест у нас на глюкозу я сахар разбавила водой у нас вышел раствор сахарозы поэтому естественно не определяет что нужно сделать чтобы чтобы проверить да все штыки там работают полоски не работают в нашем организме углеводы начинают расщепляться уже начиная с ротовой полости где в нашей слюне входит такой фермент который расщепляет именно углеводы заметьте потому что белки и жиры будут расщепляться уже дальше и вот это мы используем для определения это будет следующее видео для определения скрытого сахара в продуктах поэтому если вам любопытно вот никогда не делаете сахаром я сначала специально не предупреждала такой эксперимент а мы что мы делаем я возьму этот раствор подержу во рту смешаю со своей слюной и потом нанесу смесь своей слюны с этим сахаром и посмотрим вместе с вами как будет менять полоска цвет одну минуточку вот и сейчас я возвращаю эту полоску видите она уже чуть-чуть салатовая сейчас посмотрим что будет через две минуты и тут есть шкала с которые можно сравнить один важный момент что нужно вот этот раствор сахара подержать именно во рту чтобы было время чтобы ваша слюна расщепила до глюкозы потому что определяется глюкоза и засекаем время но тут уже даже видно невооруженным глазом до что вот так вот хорошо хорошо зеленеет это будет скорее всего что какие-то крайние варианты это была цель этого эксперимента по этому признаку можно определять скрытый сахар в продуктах в этом будет отдельное видео это не моя методика эта методика американского врача о которой я расскажу следующем видео будет ссылка на источник пожалуйста подписывайтесь на канал если вам интересно и в конце еще хочу рекомендовать книжку впрочем как и всегда да так я очень часто в своих видях что-то рекомендую почитать тема сахара настолько большая и обширная что как я говорю можно пойти не вернуться да вот кто хочет углубиться какие бывают сахара какие бывают сахарозаменители искусственные натуральные вот очень рекомендую эту книжку карпачев сахара и сахарозаменители это издательство киев я покупала в букинисти через интернет есть такие специальные сайты которые специализируются на таких книжках которые были выпущены уже давно давно книжка потрясающие вот оглавление просто вот покажу так так вот что то есть и про сахара и про сахарозаменители их тут хорошо дано именно юридическая база на момент написания то есть какой сахарозаменитель запрещен где какой где который разрешен потому что тоже мы все живем в обществе и в одной стране могут быть разрешен другой запрещен и так вот наши до полосочки уже ну явно видно крайний вариант то что принципе мы и ожидали то что мы и ожидали может крайние крайние варианты что-то среднее между этими двумя если вам понравилось видео ставьте лайк мне приятно подписывайтесь на канал задавайте вопросы под этим видео и до новых встреч всего вам доброго